Всем привет ребята, с вами Джофф и сегодня у нас рубрика что качать. Что качать ребята это моя очень старая рубрика в которой я рассказываю о своих впечатлениях по поводу тех или иных танков которые когда-то выкачал. Вы очень меня долго просили вернуть ее на экраны моего канала и собственно вуаля. Я ребята немножечко приболел поэтому прошу сразу не обращать внимания на мной гнусавый и немножечко грустный голос. Итак ребята сегодня мы поговорим о старой ветке советских СТ начиная с Т-34 и заканчивая Т-62А. Советские СТ ребята у меня к ним когда-то было очень неоднозначное впечатление. Я катался только на немцах и американцах и мне казалось что совки они для совсем уж клешнявых и рогатых игроков которые не умеют играть на нормальных танках. Что они косые, что они интересные, нылые и так далее. На самом деле это была моя большая ошибка, тогда я еще не знал что светские танки средние это единственные средние танки в игре которые могут танковать. Ну не считая там каких-то исключений в виде Е-50М. Что это единственные средние танки которые обладают и броней и динамикой, иногда даже точными пушками. Что в некоторых случаях это настоящие имбы. В общем всего этого я не то чтобы не знал, но мне это в тот момент казалось неинтересным. Мне был интересен Паттон, Е-50, французский батчат и так далее. Но потом я начал потихоньку выкачивать и понял и осознал всю свою ошибку. Итак ребята начнем мы сегодня с Т-34. Танк победы, лучший танк войны без сарказма, действительно легендарная машина. Очень приятно что в нашей игре она реализована достойно, весьма достойно. На пятом уровне она имеет неплохую динамику, очень хорошую максималку 56 км в час. Неплохую броню кстати тоже. Вы не смотрите что там всего лишь 45 мм по кругу, на самом деле учитывая наклоны получается больше. Да, против одноуровневых противников или тех что повыше это вас не спасет, но какой-то мелкий танчик периодически, если вы будете выкатываться на него из-за холма, сможет от вас рикошетить или просто не пробить. То есть броня как для СТ, как для пятого уровня вполне-вполне неплохо. Есть тут у нас ребята исторические пушки типа 76 мм F-34, но они нам сегодня не интересны, потому что самое главное оружие это дырокол. Так называемая 57 мм пушка ЗИС-4. Она имеет не очень хорошее пробитие по сравнению с другими пушками, всего лишь 112. Урон тоже не очень, 85. Но при этом есть просто дикий ДПМ, дикая то есть скорострельность и очень хорошая точность. Разброс на пятом уровне на 100 метров всего 0.34. Время сведения довольно быстрое. Все это нам позволяет быть на поле боя самой настоящей СТшкой. То есть на этом танке в отличие от других не получится там выкатиться, дать дамаг и закатиться. Тут надо именно рашить, именно играть по взводе, играть на общий дамаг и на общий ДПМ. На самом деле, ребята, если бы у Т-34 не было этой пушки, то это была бы обычная, наверное, даже проходная машинка. Но именно благодаря дыроколу Т-34 превращается в очень фановую машинку. И в принципе, если вы любитель советских СТ или вообще любитель фановой игры, вы любитель Кромвеля или Т-49, то эта машинка тоже может быть у вас в ангаре. Весьма и весьма достойный агрегат. По 10-тибальной шкале я поставлю Т-34 восьмерку, то есть 8 из 10. Следующая наша машина это Т-34-85, советская СТ шестого уровня. В принципе, это продолжатель славно известной Т-34-ки первой. У нас примерно та же броня, с единственным различием, что башня у нас намного лучше бронирована. 90 мм с наклонами. Что касается динамики, то в принципе та же удельная мощность, примерно те же лошадиные силы, та же максималка 54. В принципе, неплохая такая динамика, маневренность и максималка, средние какие-то показатели. Что касается орудия, то тут была интересная история. Когда-то на этой СТ-шке стояло 100 мм орудие с пробитием 175 и уроном, если не ошибаюсь, то ли 220, то ли 230. Я прошел это ОСТ именно в те времена. Мне это орудие очень сильно понравилось, потому что, по сути, даже учитывая то, что это орудие было косое, даже учитывая то, что было трудно попасть, приходилось долго сводиться. У нас на шестом уровне было 175 пробития, как у кваса. И был очень неплохой урон. Это просто выделяло Т-34-85 и всех остальных СТ, и, понятное дело, разработчики в какой-то момент обратили на это внимание и эту СТ панерфили. Пушку 100 мм у нее забрали. Дали ей взамен 85 мм Д-5Т-85БМ. Вот такое сложное название. Там всего лишь 144 бронепробиваемость. 180 урона, выше ДПМ, чуть лучше точность, но, конечно, ребята, это был уже не тот компот, учитывая, в принципе, неплохую, как для шестого уровня, броню, и, я считаю, очень-очень неплохую броню башни, потому что, по своему опыту, я знаю, что от башни Т-34-85 снаряды очень часто рикошетят и очень часто не пробивают эту башню. То есть, вполне такой достойный агрегат. Т-34-85 у нас получает, как СТ шестого уровня, 7 баллов из 10 возможных. Все-таки, несмотря на то, что пушку у него отобрали, у него есть неплохая динамика, хорошая броня башни, неплохая броня ВЛД, и это все помогает ему вполне комфортно себя чувствовать на поле боя. Т-43. А тут, ребята, мы уже подходим к тому, о чем я говорил в начале своего видео. У советских СТ появляется броня. 75 мм ВЛД под наклоном, те же 90 в башне, неплохая такая же динамика, хорошая максималка 51, но есть и минусы. Я в свое время очень не любил Т-43. Почему? Потому что на Т-34-85 со 100 мм дрыном игралось просто прекрасно. Потом вы прокачивали следующий танк, покупали его, и вы видели, что уровень боев поднялся, а танк по факту ничем не изменился. То есть, это все тот же танк, который у вас был до этого, чуть-чуть где-то улучшенный и с той же пушкой. Разработчики пушку у Т-34-85 отняли, у Т-43 отняли, но при этом обоим танкам дали одно и то же орудие. То есть, играя на 6 уровне и играя на 7 уровне, у вас один и тот же ствол, единственное, что с разной скорострельностью и другими мелкими характеристиками. Плюс, динамик у нас тоже не улучшается. Единственное, что у нас улучшается, это, опять же, как я уже говорил, броня, но опять же, на 7 уровне 75, это не панацея однозначно, и количество ХП, 1000. Я всегда Т-43 по этой причине не любил, что раньше, что, в принципе, я думаю, сейчас тоже бы мне не особо понравился. Муразор, в отличие от меня, этот танчик хвоил. Ну, вы знаете, я склоняюсь к тому мнению, что, играя в полупесочнице, то есть, там, на 6-7 уровнях и нагибая совсем у шираков, то можно это делать даже на Черчилль-Ганкарьере или даже на АМХ-40, как мы это делали недавно на стриме. Но сам по себе, мне кажется, танчик не очень. Возможно, ребята, я ошибаюсь, потому что я его катал давным-давно, когда у него еще было 100 мм, так что, если вдруг это так, поправьте меня. Ну, а Т-43, ребята, я ставлю 5 из 10, как среди СТ-7 уровня, потому что мне он совершенно-сорешенно не понравился. И, наконец-то, Т-44. Вы знаете, ребята, когда я покупал этот танк, я заранее был почему-то уверен, что он мне не понравится. Столько я всего про него наслышался, что он и взрывается от БК, и что пушка косая, и что он такой-сякой, и что он удар не держит, и вообще никакой. Но, что самое удивительное, я прошел его с удовольствием. Почему? Во-первых, потому что отличная динамика. Во-вторых, потому что отличная броня. ВЛД 90 мм под наклоном. Башня 120. Т-44 отлично держит удары от танков 6-7, иногда, иногда даже 8 уровней. Я не говорю, что он реально может танковать, если вы выйдете на лоб в лоб с С-3, но в дальних дистанциях, выглядывая одной башней, или выглядывая ВЛД под хорошим наклоном с доворотом, то иногда проходят рикошеты. Хотя, я бы даже сказал, не иногда, а довольно часто. Также хорошая динамика. Также появилось альтернативное орудие ЛБ-1. Те же 175 пробития, 250 урона, но при этом точность намного лучше. С этой пушкой Т-44 заиграл новыми красками, я проходил именно с этой пушкой, а не с Д-10Т. И мне, на самом деле, танчик очень понравился. Быстрый, маневренный, маленький силуэт. Да, есть очень часто взрывающаяся боеукладка или повреждающаяся. Но для этого мы просто ставим модуль мокрая боеукладка, прокачиваем перк бесконтактная БК и, в принципе, у нас все хорошо. В общем, этому танку на 8 уровне среди СТ-8 я ставлю 8 из 10. Отличный танк, мне лично понравился. И хотя у меня не получилось ни одного жесткого такого нагиба прямо на обрез полнотыщей опыта и кучу урона, но при этом в среднем он оказался для меня очень и очень комфортным. И, наконец-то, Т-54. Ну что, ребята, можно сказать про Т-54? Это читатанк. На мой взгляд, как я уже не раз вам говорил в своих видео, Т-54 это самая сильная СТ-9 в игре. И это одна вообще из самых сильных СТ в нашей игре. Это единственная СТ-9, которая может на равных перестреливаться со 110 уровня. Это единственная СТ, у которой броня порой лучше, чем у танков своего или даже выше уровня. Отличная броня, отличная динамика, низкий силуэт. Нет, отличная пушка альтернативная Д-10Т-2С, с которой этот танчик стал не только быстрым бронированным, но и еще относительно точным. Единственная причина, ребята, почему Т-54 еще не понерфили, это то, что на нем играет очень много раков, которые среднесерверную стату опустили в говно. Я вам советую крайне категорично качать этот танк, потому что он просто офигенен. И Т-54, ребята, это именно квинтэссенция всех советских средних танков. Броня, скорость, орудие. Отличный танк по 10-бальной шкале. У нас Т-54 получает твердые 11 баллов, потому что он на самом деле сейчас по факту имба. И последний у нас сегодня танк, это советский средний танк 10 уровня Т-62А. Тоже очень неплохой танчик. Не такая, конечно, имба, как Т-54, но тоже вполне достойный. Тоже имеет непровиваемую башню, к сожалению, броня ВЛД у него не такая хорошая. Динамика тоже чуть-чуть-чуть, но похуже. Пушка. Пушка довольно-таки точная, с хорошим ДПМ, с хорошей точностью. На ходу Т-62А раздает не хуже, чем Паттон 3. Учитывая, что Паттона и Нерфили, то может быть даже и лучше. Пока что у меня его в руках нету. Я его катал только на тестовом сервере. Сейчас я на Т-54 активно накапливаю опыт и хочу сразу открыть два танка и объект С-40 и Т-62А. Но про последнего у меня только позитивные впечатления. По крайней мере на тестовом сервере и на пресс-аккаунте. Катается на нем хорошо. В общем, это тоже в своем виде квинтэссенция советских средних танков. Но, понимаете, после Т-54, Т-62А кажется, ну, немножечко хуже. Вот когда вы пересаживаетесь с Паттона 2 на Паттон 3, да, у вас все лучше. Если с Е50 на Е50М, у вас все лучше. Пересаживаетесь с Лорена Батчат, чувствуете себя комфортнее. А вот пересаживаясь с Т-54 на Т-62А, не чувствуешь себя комфортнее. Потому что, да, пусть у тебя пушка чуть-чуть точнее, но при этом броня у тебя чуть-чуть хуже, а противники намного серьезнее. И по этой причине, ну, приходится какое-то время привыкать. По 10-балльной шкале у нас Т-62А получает, наверное, где-то 8,5 баллов. Где-то так. Действительно, очень достойный агрегат, но до имбовости Т-54 он немножечко не дотягивает. Ну и на этом, ребята, у меня, в принципе, все. Если подводить итоги в целом всей советской линейки старых СТ, то могу сказать, что практически все кандидаты достойные. Т-34, хороший танк. Т-34-85, даже после отнятия орудия, все равно неплохой танк. Т-43, да, этот мне танк не нравится. И, в принципе, до сих пор, учитывая, что там та же пушка, он мне тоже не нравится. Это единственное исключение. Потом, Т-44, хороший танк. Т-54, вообще имба. И Т-62А, тоже очень хороший танк, а некоторые даже его считают имбой. В общем, советская линейка средних танков очень подходит для тех, кто любит полу-ло, кто любит раш, но при этом у кого есть скилл и прямые руки. Так что, ребята, если вы хотите выбрать свой первый средний танк, то, наверное, это все-таки советские средние танки, потому что они могут прощать ваши ошибки. На этом, ребята, я с вами прощаюсь. С вами был Джофф и рубрика «Что качать?». Если вам рубрика эта понравилась, если вы ее в первый раз увидели или давно ждали, пишите в комментариях, по каким машинам в следующий раз стоит сделать обзор. И я ваши комментарии прочитаю и вместе все это обсудим. Всем спасибо, всем пока и удачных нагибов. Чао, какао. Не болейте.